Всем привет дорогие друзья! Сегодня на уроке мы будем рисовать эффект разбитого стекла. У вас в исходниках очень много картинок, очень много изображений, которые подойдут для нашего коллажа и очень много кистей. Поэтому открываем фотошоп и создаем новый документ. Нажимаем кнопку создать. Назовем наш документ стекло. Ширину зададим 2500 пикселей. Высоту зададим 1700 пикселей. Разрешение 72 пикселя на дюйм. Содержимое фона черный. Далее откроем файл с нашей девушкой, который будет являться основой нашего рисунка. Выбираем девушку, нажимаем открыть, окей. Нашу девушку нам нужно отделить от основного белого фона и перенести на черный фон. Поэтому выбираем инструмент «Быстрое выделение» и ведем по белому нашему фону. Таким образом наш белый фон выделяется. Именно этот фон мы просто возьмем и удалим. Выделяем между пальцем и лицом. И вот здесь нам нужно нашу голову немножечко подправить. Для этого возьмем инструмент с минусом. И пройдемся по контуру. Чтобы выделилась полностью вся наша девушка. Посмотрим, есть ли еще где места не выделены. Все ли в порядке. Помним, да, что отодвигаем, зажав клавишу «Альт» и колесиком. Делаем масштабирование нашего основного документа. Выберем выделение «Инверсия». Выберем инструмент «Перемещение». И зажав левую клавишу мыши на выделенной девушке, перенесем на наш черный фон. Идем в меню «Редактирование». Свободное трансформирование. Клавишей «Альт» и колесиком убираем масштаб. Зажимаем клавишу «Шик», для того, чтобы наша девушка уменьшалась пропорционально. Наш рисунок с девушкой. И на рычажке зажимаем левую клавишу мыши и подтягиваем наши рычажки, для того, чтобы уменьшить нашу девушку. Нажимаем «Энтер», идем в меню «Редактирование», «Трансформирование», «Отразить по горизонтали». Перевернем нашу девушку, для того, чтобы она у нас, рука ее, которая касается лица, была с обратной стороны. Уменьшим наш документ полностью весь. Для этого выберем инструмент «Рамка». Он у меня находится в скрытых инструментах. У вас он может быть где-то в основном инструменте находиться. Инструмент «Рамка». Немножко уменьшим сверху и немножко уменьшим слева. Нажмем «Энтер». Обесцветим наш рисунок с девушкой. Для этого идем в изображение, коррекция, обесцветить. И у нас должен получиться вот такой рисунок. Далее мы будем работать с эффектом наложения. Мы будем накладывать стеклянные осколки на лицо нашей девушки. Для начала мы сделаем ей небольшой шрам, скажем так, небольшую трещину. Для этого открываем файл. Открыть. И выбираем изображение любое. У вас здесь их очень много. Вы можете выбрать любое изображение с трещиной. Я выберу данное изображение и нажму «Ок». Перемещением. Я переношу, зажав левую клавишу мыши, рисунок с трещиной на рисунок с девушкой. И сразу поменяем режим наложения с обычного на темнее. Перенесем нашу трещину на лицо, таким образом, чтобы у нас все гармонировало. Зайдем в свободное трансформирование и попробуем перевернуть и промасштабировать так, чтобы получилось где-то примерно посередине лица. Ненужное удалим. Возьмем инструмент «Ластик». Выберем нужную форму, округлую. У вас могут остаться с прошлого урока здесь какие-то кисти. И удалим то, что, по вашему мнению, не нужно. Далее будем работать с эффектом наложения и будем накладывать наши стеклянные осколки на наш фон. Для этого будем открывать постепенно разные рисунки с осколками и трансформировать их так, чтобы у нас получился красивый рисунок. Нажимаем файл «Открыть» и выбираем любые осколки с ваших исходников. Переносим данные осколки на документ. Трансформируем их. Редактирование, свободное трансформирование. Ненужное можно обрезать. Для этого мы выбираем инструмент «Прямоугольная область». Выделяем область, которая нам нужна, которая нам пригодится. Идем в «Выделение инверсии». И клавишей «Делета» удаляем то, что нам не нужно. Все осколки, все картинки с осколками должны быть в режиме наложения «Светлее». Таким образом, если мы перенесем наши осколки с черным фоном, то фона черного видно не будет, а будут видны только осколки. Нам это необходимо для того, чтобы наложить наши осколки на лицо девушки. Откроем поочередно разные осколки. И попробуем соединить все в одну фигуру. Выбираем режим наложения «Светлее». И свободным трансформированием, редактированием, свободное трансформирование. Располагаем наши осколки так, чтобы у нас получился красивый коллаж. Идем в файл «Открыть». Выбираем следующий рисунок. Если он вам не подходит, вы можете выбрать другой рисунок. Вы можете поочередно открыть разные картинки и наложить так, как вам будет нравиться. Так как, по вашему мнению, будет красиво. Все, что вам не нужно, вы можете сразу удалять инструментом. Здесь мы не работаем ни с кистями, здесь мы не работаем ни с масками. Здесь идет режим наложения и отдельные рисунки. Это чистое коллажирование. Нажимаем «Открыть». Чем больше осколков вы выберете, тем разнообразнее получится ваш рисунок. Выбираем режим наложения «Светлее». И сразу переносим наши осколки. Редактированием, свободным трансформированием. Переворачиваем, как нам необходимо. И располагаем наши осколки так, чтобы рисунок и наш коллаж смотрелся очень гармонично. Поправляем остальные картинки, если вы их расположили не сразу. Если вам что-то не нравится, вы можете просто удалить. На этом уроке мы изучаем режим наложения. То есть это идет коллажирование. Поэтому полет фантазии не ограничен. Чем больше разных картинок вы наложите, тем красивее получится ваш рисунок. Режим наложения выбираем «Светлее». И переворачиваем наши осколки так, чтобы возле девушки были более крупные осколки, а в конце у нас оставались более мелкие осколки. Поправляем все рисунки так, чтобы коллаж получился не оборванным, чтобы не было темных каких-то краев ненужных, чтобы эффект был именно осколочный. Далее нам нужно как бы наше лицо у девушки немножко вытравить. Обтравка вообще изображения, вырезание изображения называется обтравка. Это выделение какого-либо элемента от основного фона. То есть вырезание какого-либо элемента от основного фона. Поэтому мы берем инструмент «Кисть», выбираем черный цвет, делаем побольше размер, поменьше жесткость, я бы поставила вообще на ноль, непрозрачность примерно 70%, нажатие 70%. И вот идем на слой с девушкой, выбираем черный фон и вот таким вот образом, точечными движениями подкрашиваем в черный цвет основу, где у нас идет стекло основное. Далее у вас в исходниках есть кисти, кисти, которые называются разбитое стекло. Чтобы установить кисть, нажимаем на инструмент «Кисть», выбираем шестеренку, загрузить кисти. В исходниках выбираем любую кисть, которая называется «Разбитое стекло» по-английски. И внизу у вас появляются эти кисти. Эти кисти нам нужны для того, чтобы на лице девушки сделать такой эффект разбитости. Для этого выбираем слой с девушкой, нажимаем «Создать слой маску», нажимаем на слой маску, выбираем черный цвет на нашей кисти и можем уменьшить нашу кисть примерно до 1500 пикселей, 1700. И вот таким вот образом по нашему краю проходимся нашей кистью. Все, что нам не нужно, мы, естественно, удалим. выбираем кисть круглую, размер примерно где-то 300 пикселей, жесткость на ноль. Выбираем белую уже кисть, слой с маской и вот таким вот образом наши квадратики черные, которые нам не нужны, мы белой кистью убираем. Теперь нам нужно сделать цветокоррекцию. У нас стекло отличается от основного нашего фона. Помимо всего прочего, мне не нравится вот здесь стекло, где у нас на губах, поэтому для того, чтобы найти, где это, можно отключить глазик и посмотреть, какой слой у нас отключается. я выбираю этот слой, выбираю ластик и удаляю ненужные элементы, которые мне не нужны и не нравятся. то же самое я делаю со шрамом. Здесь у нас вот на лице, на пальце ненужные полоски. Я их тоже стираю. Уменьшу нашу кисть, увеличу масштаб и удалю вот это вот, мне не нравится. Грязные крапинки выглядят некрасиво. То же самое на брови. Смотрим дальше. Мне не нравятся вот эти вот белые от стекла пятна, поэтому выбираю слой, на котором у меня это стекло и точно так же инструментом ластик стираю ненужные элементы. Удалим немножко вот здесь наверху. Опять же выберем слой, где у нас прорисовано это стекло и инструментом ластик просто сотрем ненужные элементы. Вот такой эффект у нас получился. Теперь для того, чтобы сделать цветокоррекцию, нам нужно объединить все слои. Но, возможно, когда-то мы в этом исходнике еще будем работать. Поэтому для того, чтобы объединить все слои, но наши основные рабочие слои остались не делать, скажем так, нам нужно соединить их в верхний слой, в новый слой. Для этого нам нужно сделать активным самый верхний элемент и нажать четыре клавиши. Shift, Alt, Ctrl и букву E. Все наши слои соединяются, но рабочие слои остаются, они соединяются просто в верхний слой. Теперь мы будем работать с цветокоррекцией именно вот с этим слоем. Для начала сделаем немножко резче и немножко контрастнее. Для этого мы зайдем в фильтр камера RAW и здесь подправим рычажками температуру нашего рисунка, сделаем его более теплым, более похожим на степию. выставим на 15. Сделаем оттенок немножко розоватый на 10 и поработаем с яркостью, с контрастностью. Сделаем немножко его контрастнее. немножко затемним. Я поставлю на минус 10. Тени поставим на минус 20. Это полная импровизация, то есть у меня нет каких-то значений уже готовых, поэтому я просто двигаю рычажки и смотрю как мне нравится. Вам не обязательно делать такие же значения как у меня, вы можете сделать свои значения по вашему вкусу. Сделаю более четкое изображение, более красочное, и менее насыщенное. Примерно вот так у нас должно поменяться. Далее поработаю с цветокоррекцией, потому что у меня стекло все еще другого цвета. Зайдем в новый корректирующий слой цветовой баланс. Поправим немножко наши цвета. Более в теплый оттенок. Зайдем в новый корректирующий слой цветовой тон насыщенность. Немножко уберем насыщенность. И немножко уберем яркость. Зададим новый корректирующий слой с кривыми и затемним наш рисунок полностью весь. выберем фотофильтр. Цвет такой оранжевый D5 89 2 0 Но вы можете выбрать свой цвет. Немножко уберем плотность сделаем на 20 процентов примерно. чтобы сохранить рисунок идем в файл сохранить как у нас уже есть название выбираем JPEG или PNG формат нажимаем сохранить чтобы сохранить исходник для того чтобы отправить в домашнее задание для того чтобы я проверила нажимаем файл сохранить как оставляем формат PSD и нажимаем кнопку сохранить вот такой рисунок у нас получился вы можете сделать стекло более разбросанно по всему рисунку вы можете сделать разные картинки вы можете найти свои картинки для того чтобы нарисовать данный коллаж картинки можно искать либо в Яндексе либо в Гугле то есть картинки можно использовать любые надеюсь вам урок понравился желаю вам удачи в выполнении данного урока и жду вашей домашней работы до конца